Задержан сообщник террористов, расстрелявших журналистов французского сатирического журнала Шарли Эбдо. 18-летний Амид Мурад, который управлял автомобилем террористов, сам сдался полиции. Двое других боевиков уже идентифицированы. Их продолжают искать. Напомню, во время нападения на редакцию журнала в Париже были убиты 10 его сотрудников и двое полицейских среди погибших главред издания, который числился в черных списках аль-Каиды за карикатуры на пророка Мухаммеда. Журнал Шарли Эбдо получил скандальную известность после публикации этих карикатур. Президент Франции объявил о трехдневном трауре. Цей неймовірно жорстокий расстрел убил 12 людей и поранив еще несколько. Загинули талановитые карикатуристи, сниливые журналісти. Ихний вплив, ихняя відвага, их независимость залишили свой слід у поколениях и поколениях французов. Сейчас я хочу сказать им, это послание свободы мы будем защищать дальше от их имени. Цей боягузливый напад убил также двух полицейских, тех, кто ответил за защиту Шарли Эбдо и редакции этой газеты, которая роками зазнавала погроз из боку реакционеров, и которая защищала свободу высловивания. Ци люди загинули за идею, которую они мали для Франции, а именно за свободу. Во Франции на акцию протеста вышли десятки тысяч человек по всей стране. С соболезнованиями семьи погибших и осуждением теракта выступили мировые лидеры, в том числе и президент Украины Петр Порошенко. В Киеве к посольству Франции принесли свечи и цветы. Аналогичные проявления солидарности прошли и в других странах. Украина и Германия подписали соглашение о выделении полумиллиарда евро кредита. Это было сделано во время официального визита премьер-министра Украины Арсения Ясуняка в Германию. Премьер уверен, эти деньги принесут пользу Донбассу. Преоритет, конечно, это и в Северной области Украины. Кошты будут направиться на то, чтобы отбудовывать мосты, лекарни, залезницы, школы, объекты социальной инфраструктуры. И сейчас на уровне наших двух министерств будут все технические процедуры о том, кто будет получать эти кредиты. Кредиты до 20 лет за очень низкой процентной ставкой. С федеральным президентом Германии Иохимом Гауком глава украинского Кабмина обсудил совместные шаги для преодоления последствий российской агрессии на Донбассе. Говорили и о принятом в Украине пакете реформ и дальнейших планах правительства по стабилизации финансовой и экономической ситуации. Обсудили шаги по борьбе с коррупцией. Сегодня премьер-министр Украины встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Минувшие сутки в зоне АТО прошли неспокойно. Боевики использовали для обстрела позиции украинских войск все имеющееся у них вооружение. Для законного збройного формирования в основном з важкого зброєння мінуметів та артилерії, в тому числі зградів, продовжили провокувати українських військовослужбовців і вісім разів відкривали вогонь по нашим позиціям. З мінуметів та артилерійських систем бойовики тричі обстріляли наші сили в район населеного пункту Водяне. Також під мінуметний обстріл потрапили Донецький аэропорт і поблизу нього населений пункт Піски. З стрілядської зброї було обстріляно курган «Могила Гостра». Вчора близько 19 години незаконність збройного формування двічі вели вогонь із реактивних систем залпів вогню БМ-21 «Град». Терористы зградів обстріляли наші позиції поблизу націонних пунктів Тоненьке та Каменка. Починаючи з півтретій ночі стрілянина на Донбасі стихла. Три российських телеканала розжигають вражду і іскажають информацию о событиях в Україні і країнах Балтиї. К такому виводу прийшла комісія по телевидению і радиовещанню Литвы. Один із телеканалів решено отключить от трансляції на три місяці. Среди признанних пропагандистів – телеканалы РТР «Планета» і НТВ «Мир». Но спор можна уладити і мирним путем, якщо руководство каналів публічно признає, що распространяло предвзяті новости. В случае отказа Литва іницієрують переговори с Євросоюзом о прекращении вещання этих СМИ на всей территории ДС.